МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, друзья! Друзья, в эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полу-жеста, с полу-слова. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивно»! И с вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить наших сегодняшних участников. Сегодня вместе с нами играют сотрудники детских садов города Якутска. Итак, давайте поприветствуем нашу первую троицу. Это воспитатели Наталья Петрова и Нергуяна Степанова. А замыкает тройку педагог дополнительного образования Варвара Лопарева. Девушки представляют детский сад номер 24 «Сардана». Девушки, добрый день! Мы вас очень рады видеть в нашей студии. Таких молодых, красивых, ярких. Расскажите, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Наша команда – «Сардана». Наш девиз – «Сардана дарит настроение, пробуждает вдохновение». Ух ты! Ну правильно, все верно, конечно. Какие могут быть ассоциации с таким прекрасным цветком, как «Сардана». Воспитатель детского сада «Сардана» Наталья Петрова любит рисовать. И поэтому на сегодняшней игре с нетерпением ждет задание, где понадобятся навыки художника. Уверена, что справиться с задачей легко. Также художественные пристрастия Наталья с удовольствием применяет и в работе. Малыши вместе с ней очень любят рисовать. Рисует Наталья и дома уже вместе с собственными детишками. А их дом – это настоящая художественная галерея. У Ниргуяна Степанова якутская группа, поэтому ее воспитанники не сталкиваются с трудностями в произношении ее имени. Сразу называют ее четко и правильно – Ниргуяна Алексеевна. Девушка работает в детском саду «Сардана» пятый год. Работу свою любит, а вечером после рабочего дня она спешит на встречи с друзьями, с которыми ходит в кино, в театр и путешествует. Варвара Лопарева преподает детям увлекательный английский и сейчас занимается с подготовительной группой. И педагог дополнительного образования уверена, что чем раньше ребенок начнет изучать иностранный язык, тем лучше. Но делать это нужно не навязчиво, а через игру. Сама Варвара воспитывает троих детей и вместе с ними обожает активно проводить свободное время. Ходит в походы на природу, собирают ягоды и грибы, катаются на велосипеде. А сейчас я приглашаю в нашу студию представляющую детский сад номер 9 «Якутяночка». Это воспитатель Айгуль Шамоева, учитель-логопед Мария Шумилова и старший воспитатель Анастасия Королёва. Здравствуйте, мы очень рады вас видеть в нашей студии. Название вашей команды и девиз. Наша команда «Якутяночка позитив». Наш девиз. Позитив найдем везде. Без позитива мы никуда. Айгуль Шамоева работает воспитателем в детском саду «Якутяночка» больше 10 лет. Устроилась туда сразу же, как переехала в Якутск из Иркутской области. Работу свою обожает и убеждает нас, что садовский возраст – это самый лучший период ребенка. Когда он еще пухляш, начинает говорить предложениями, порой просится на ручки. Айгуль смеется, что не смогла бы работать в школе, ведь там детки уже совсем взрослые, серьезные и самостоятельные. В свободное время воспитательница любит проводить на кухне. Она вкусно готовит и особенно ей удается выпечка. Учитель-логопед детского сада «Якутяночка» Мария Шумилова с сожалением отмечает, что среди современных детей очень много тех, кто плохо говорит. И связано это с нехваткой общения, ведь сегодня ребенок много времени проводит в телефоне. Поэтому, пользуясь случаем, Мария Вадимовна советует родителям делать простое упражнение вместе с детьми. Пусть во время чистки зубов язык побегает за зубной щеткой вверх, вниз, влево, вправо. А потом сделать щеткой массаж языку. Когда идете по улице, попросите ребенка описать, что он видит. Так и развивается наша речь, говорит логопед. Анастасия Королева в детстве серьезно занималась баскетболом, но после травмы оставила спорт и перенаправила свой интерес в пользу творчества. Сейчас рисует на холстах, а еще любит читать и проводить время с семьей. Анастасия призналась, что на выбор профессии повлияла ее сестра, с которой у Насти большая разница. Девушка помогала маме ее растить, наблюдала, как сестренка растет, развивается. И эти навыки и наблюдения сейчас очень помогают старшему воспитателю детского сада Япутяночка. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка «Телеактивно». Это значит, вам будет дано задание «Стоп кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. «Пантомиму» — это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первой всегда начинает команда красных. И для этого каждой команде сейчас мы зададим по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут задавать учителя городских школ. А вопросы будут заданы совершенно рандомно, по таким школьным предметам, как математика, русский язык, история и даже химия. Поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. А если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитаны будут вынуждены бросить наш кубик. И у кого цифра будет старше, тот и, собственно, на счет игру. Первыми станет командой красной. Мы вначале в эту студию пригласили команду «Сардана». Поэтому вопросы из школьной программы сначала звучат для вас. Внимание на экран. В 2017 году в России была введена в оборот купюра номиналом в 2000 рублей. На ней изображены космодром «Восточный» и мост на остров, расположенный в заливе Петра Великого Японского моря. Как называется этот остров? Так, команда «Сардана» совещается, а якутяночка не помогает. Так, вы можете погромче. Погромче можете. Да, обсуждайте. Какой остров? Русский. Русский. Очень уверенно ответила Варвара. Давайте сверимся с учителем географии 23-й школы. Какой ответ она предлагает нам? Этот остров называется «Русский». Один балл. Есть у вас вкусы. Одночку вы уже заработали. Вопросы из школьной программы теперь звучат для якутяночки. Внимание на экран. Как называется воображаемая линия на земной поверхности, севернее которой можно наблюдать полярное сияние и полярную ночь? И ваш ответ – экватор. Так, ответ принес. Смотрим. Правильный ответ. Воображаемая линия, севернее которой можно наблюдать полярное сияние и полярную ночь, называется северный полярный круг. Да, северный сияние. Так, второй вопрос из школьной программы для «Сарданы». В разговорной речи и в литературе вы часто встречаете такой термин, как «китайское предупреждение» или «последнее китайское предупреждение». Объясни, пожалуйста, смысл, значение и историю этого словосочетания. Шикарный вопрос от учителя истории арктической школы. По-моему, это было как-то… С чем это связано, да. Краткая история и значение этого словосочетания. Я не помню, но что это типа «китайское предупреждение», когда предупреждают, но не делают. Не такое, что-то такое. Ага, а история возникновения этого словосочетания? Есть какие-то варианты? Вау. По-моему, китайцы кому-то грозились бомбежкой в истории. И типа предупреждали мы, типа, скинем бомбу. Но ничего не было. Но на самом деле сделали, да, что такое, по-моему. Давайте услышим, каков же вариант ответа предлагает нам учителя истории. Последнее китайское предупреждение появилось в литературной речи после 50-х, 60-х годов и одного из политических кризисов в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Начиная с 50-х годов, Соединенные Штаты неоднократно нарушали воздушное пространство и территориальные воды Китая, на что Китай много-много раз выносил им официальное предупреждение, угрожая применить силу. Но никаких последующих действий так и не произошло. Поэтому мы все то, что представляет из себя угрозу, но таково и не является, называемое последнее китайское предупреждение. Так, частично вы правильно, в принципе, ответили на этот вопрос, но не полностью. Поэтому, наверное, мы не будем считать, что вы ответили на этот вопрос правильно. У вас в запасе есть одно очко. Второй вопрос из школьной программы теперь звучит для команды «Якутианочка-позитив». Внимание на экран. Как зовут главного героя рассказа Шолохова «Судьба человека»? Ну, если честно, не помним. Мы хотим подумать и придумать. Пусть будет Гриша. Хорошо. Давайте узнаем Гриша или... Главного героя рассказа «Судьба человека» зовут Андрей Соколов. Почти. Я бы, наверное, тоже на вашем месте ответила бы Гриша. Вопрос последний из школьной программы звучит для команды «Сардана». Внимание на экран. Можно ли натянуть веревку между деревьями так, чтобы совершенно не было провисания? Ага, учитель физики задаёт такой интересный, практичный вопрос. Получится ли натянуть веревку, чтобы не было провисания? Получится. Получится? Получится. Конечно, получится, да? Уверена команда «Сардана». Давайте сверимся с учителем физики 23-й школы. Ответ – нельзя, так как веревка, она имеет свою массу, и земля будет его тянуть к себе, поэтому всегда будет провисать. Можечко, но провисание будет. Так, и последний вопрос из школьной программы для команды «Якутианочка. Позитив». Почему Александр Менщиков, ближайший сподвижник Петра Первого, не прочитал ни единого его указа? Не прочитал. Не прочитал. Он не мог читать? Можно. Не хотел креста увидеть. Может, он их записывал, то есть ему не нужно было читать их. Он же был его советчиком. И он не знал уже. Этот вариант. Ну, мы, опять же, мы не знаем точно. Мы предполагаем, что он их записывал сам, поэтому был уже в курсе и не читал. Ага, в ответ. Принят. И давайте сверимся с учителями истории 23-й школы. Какой ответ он предлагает нам? Так, потому что Александр Менщиков был неграмотным. Нервый вариант, Мария, было абсолютно верно. Итак, итог этой викторины таков. У нас одно очко у команды «Сардана». И ноль. Ноль очков у команды «Якутианочка». Получается, что команда «Сардана» у нас становится командой красной. Вы присаживайтесь на диванчик красного цвета. А команда «Якутианочка» присаживается на диванчик синего цвета. Меняемся местами. Все поняли правила игры. Итак, мы начинаем. Команда «Красных» кидает кубик первой. И таким образом мы определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Если так получится, что кубик покажет цифру 6, это означает, что свой видео-вопрос вам задаст преподаватель филологического факультета СВФУ. Это же участь вас может поджидать в конце нашей игры. Если кубик покажет цифру больше, чем осталось шагов, вам нужно будет справиться сразу с двумя заданиями. Первое задание – это пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. И второе задание – опять же вопрос от филолога. В любом случае, на каждый ответ вам дается по 45 секунд. Стартует команда «Красных», капитан команды. Кто вы решили, бросайте кубик. Наталья бросает кубик. Четыре. Это означает, что Наталья, вам нужно будет говорить, объяснять словами. Пожалуйста, выбирайте любую карточку. Смотрим на синий фон. И на нем человечек, который говорит. Я вам подскажу сейчас. Так, ценю вот это. Это надо будет словами объяснить. Исключая однокоренные. И девочки должны угадать. Поехали. Корабль. Судно. Лодка. Моряк. Еще. Однословно. Это плавательное средство. Плод. Раньше плавали. Пароход. Пароход. Да, да, абсолютно верно. Чуть не сказала, на пару. Да, если бы вы сказали бы, мы не засчитали бы этот ответ. Четыре шага вперед. Четыре шага вперед. Ваша фишка красного цвета. Наталья Торжесина начинает, открывает игру. От старта. От старта, да. И давайте вместе считать. Раз, два, три, четыре. Так, яхутяночка. Какую цифру хотели бы? Ну, наверное, побольше. Побольше. Шестер, номер шесть. Забудьте вперед. Жаляйте. Три. Три. Это фантомима. Желтый фон, на этом фоне маска. Вот это надо будет изобразить. Без слов, без звуков. Поехали. Машина. Водитель. Такси? Да. Такси, да. Да, да, абсолютно верно. Три шага вперед. Так, двигайте свою фишку. Ваша фишка синего цвета, Мария. Три шага вперед, и вы тоже открываете эту игру. Раз, два, три. Отлично. А теперь приглашаем команду красных, пожалуйста. Так, Нербьяна бросает кубик. Два. Два. Пантомима. Это пантомима. Выбираем карточку, смотрим на зеленый фон. Поехали. Сердитый, с усами, борода. Человек с усами. Сколько слов? Одно слово. Три? Четыре слова. Из четырех слов состоит? Мужчина с бородой. Ага. Так. С рубашкой. Сильный. Мужчина с бородой. Говорить не надо. Силач. С красной бородой. С рыжей бородой. Ага. Еще раз. Мужчина с рыжей бородой. Да. Да, верно. Два шага вперед. Два шага вперед, но на будущей девушке, если будете говорить, мы не засчитаем. Хорошо. Так, раз и два. Абсолютно верно. Варвара, как вы угадали, что рыжая? Ну и красная как-то вот. Она показала, и прямо пальто понятно. Так, отлично. Команда синих. Татьяночка, пожалуйста, кто следующий? Так, Анастасия у нас бросает клубик. Но не шесть. Хотят шестерку. А если шестерка? Не хотим, не хотим. Три. Раз, два, три. Пантомима. Это пантомима. Поехали. Одно слово. Макароны, спагетти, тефтели. Круглое пирожное. Чай, кофе, чашка. Взбиваю. Взбитые сливки. Круглоев, сковородки, блины. Маладий. Маладий. Верно. Так, три шага вперед делает Анастасия. Фишка синего цвета. И раз, два, три. И вы сравнялись. Да, на одну клетку ставьте свою фишку. Команда красных, давайте продолжим игру. Варвара, бросайте кубик. Вы хотите, наверное, цифру? Шесть. Шесть, да? А если шесть, то это вопрос от филолога. Так, пять. Передумали пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это говорить. Поехали. Настоящее. Настоящее. Нужно говорить все время. И... Надо говорить, не показывать, говорить. Нет, настоящее. По-другому. Настоящее время. Сейчас что? Весна. Нет, прямо сейчас происходит. Ну, в каком времени сейчас? Настоящее. По-другому. По-другому? Нет. Прямо сейчас что происходит? Съемка. Настоящее. По факту, да. И когда мне что-то угрожает, это что? По-другому. Что-то угрожает. Время. Ответ какой был? Реальная опасность. Настоящее? Нет, она хотела от вас услышать снова реальность. Реальность. Так, ваша фишка, к сожалению, стоит на месте. Команда синих продолжает игру, а игру бросает кубик. И шестерка, да. Вы хотите шестерку. Нет, мы хотим лидерский вопрос. А у него могут быть... Четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. Это рисовать. Ух ты. Как раз то, чего я не умею. Поехали. Солнце. Полицейский. Полицейский. Каишник. Спрятался. Полицейский. Сколько слов? Это предмет или здание? Живой человек. Действие. Штрафует. А, догоняет. Убегает. Посадить. Садит в тюрьму. Посадить. Десять икон. Арестовать. Найти. Заглядывать. Найти. Найти преступника. Найти улики. Найти доказательства. Время. Ответ. Действие. Что делает он? Обык. Обык. А это что вы делаете? Это шкаф. Он там вищен. Это шкаф. Так, ваша фишка, к сожалению, стоит на месте, а команда красных продолжает. Варвара, ой, какие слова, да, предстоят нарисовать. Да, могут быть задания такими каверзными и непростыми. Наталья, бросайте кубик. Три. Раз, два, три. Выбираем карточку тоже. Поехали. Одевать обувь. Снимать обувь. Снимать тапочки. Снимать туфли, ботинки. Снять. Снять, да? Снять обувь. Переобуться. Снять тапочки. Полуснять. Что еще? Снять обувь, тапочки, туфли, сандалии, ботинки, сапоги. Тапочки, шлепанцы, сандалии, кроссовки, ботинки. А, обувь. Выбирать обувь. Снять обувь. Снять обувь. 10 секунд. Еще что ли? Снять обувь. 5 секунд. Ваш ответ? Снять обувь. Время. Ответ какой? Снятие обуви. Господи. Да, да. Точь-в-точь даже. Каверность для задания состоит в том, что нужно точно. Дать ответ. А она вот показывает, что это же подлежае. А, господи. Первый слой. Так, команда синих продолжает. Мария, бросайте их. Убирь. Так, это три, да? Это тоже фантомима. Поехали. Дом, дверь. Войти, зайти, побежать, пойти на улицу. Вышла гулять? Пошла заниматься спортом. Зашла в спортзал? Фитнес-зал. Спортивный зал. Фитнес-зал, что там, тренировка? Сколько слов? Зайти, пойти тренироваться, зайти в дом. Так, ну, стадион. Бегать на стадионе. Тренажер? Тренажер на зоне нет. Десять секунд. Бегать на стадионе. Физкультурный зал, спорт. Стадион, физкультурный зал. Спорт в стадионе. Спорт-площадка. Заниматься спортом. Время. Соревнования. Детский спорт-комплекс. А, Детский шок. Я даже не пыталась, потому что мне спорт-комплекс надо объяснить. Нет, ну, мне кажется, если бы было больше времени, девушки угадали бы. Угадали бы. Да, вот рядом прямо было. Но, к сожалению, только 40 секунд. Команда красных, пожалуйста. Рубьяна бросает кубик. И какой цифр вы хотите? Три. Фандомима. Да, прям сегодня везет. Три фандомима. Поехали. Слово. Говорить не надо. Одеваться. Не говорим. Будто говорим. Одеваться. Одевать. Штаны. Брюки. Штаны. Одежда. Рубашка. Три. Одеть одежду. Верхняя одежда. Первое слово. Какая часть речи. Нижняя одежда и верхняя одежда. Одежда. Поменять не стоит. 15 секунд. А, а. Два слова. Брюки. Брючный костюм. Костюм. Тройкостюм. Да. А, а. А, а. Варвара, как? Как-то неожиданно вдруг вышло, да? Молодцы. Абсолютно верно, да. Мергуяна, двигайте вашу фишку на три шага вперед. Три шага вперед. Наоборот. Наоборот. Ага, вот сюда вот на красную. Раз. Раз. Два. Три. Три. Отлично. Так, вы прошли экватор нашего игрового поля. И команда синих продолжает игру. Анастасия, бросайте губик. Раз. Одно слово. Зонтик. Да. Да, зонтик. Да, и Мария уже угадала. Двигайте вашу фишку на три шага вперед. Сегодня у нас игра идет прям в рове. Два, три. Сотрудники детских садов не отстают друг от друга. Варвара, давайте ваша очередь. Бросайте губик. Команда красных, команда сардана. Четыре. Секунды. Раз, два, три, четыре. Говорить. Говорить. Поехали. Это очень качественное, железное. Так. Все. Все. Вы слово использовали. Качественное. Качественное. А, господи. Высококачественное. А ответ был высококачественная сталька. Сожалеем. Да. Вот так вот у нас очень сурово. Игуль, серьезно. Айгуль, бросайте губик. Имейте в виду, что да, в такие задания однокоренные слова мы не используем. Четыре. Да. Говорить. Тоже говорить. Говорить. Поехали. Два слова. Откуда бежит вода? Из крана. Ага. А если он неисправный, то это какой кран? Неисправный кран? Нет. Поломанный кран. Сломанный кран. Да. Абсолютно верно. Молодцы. Четыре шага вперед. Ваша фишка синего цвета. Верно. Раз. Два. Три. Вперед. Так. Вы все ближе и ближе к финишу. Команда красных продолжайте. Не унывайте. У вас есть большие шансы догнать и перегнать. Да. Наталья. И. Все хотят шесть, но пока ее нет. Четыре. Четыре заговорили. Да. У нас сегодня воспитатели как будто сговорились. Поехали. Беру книжку и... Читаешь. При этом валяюсь на диване. Расслабленно читаешь? Ну, первое слово... Отдых. Книжка. Первое слово. Читаешь? Первое слово, да, да. Читаешь книгу, лежа на диване. Лежа. Два слова. Просто вот это вот. А, читаешь? Да, да. Лежа. Да. Но я, я... Лежу. Читаю, лежу. Лежу, читаю. Нет. Я? Ну, правильно, правильно было. Просто немножко по-другому. Читаю, лежа. Да. Правильно лежа, так же было, да? Нет. Нет, что ли? Нет. Читаю, лежа. Пять секунд? Нет. Читаю. А что, отдыхая? Что у меня было тогда? А что делать? Господи. Неопределенная форма, да, глагола. Читать, лежа? Читать, лежа. Читать. А, такой вариант, такого не было, да? О, читать. Так, фишка стоит на месте, а команда синих продолжает. И я хочу напомнить, что если сейчас кубик покажет больше, чем осталось шагов до финиша, надо будет выполнить два задания. Да. Да. Посмотри на два и поставь. Либо два, либо два задания. Это два задания. Первое, это пантомима. А второе, это вопрос от филологов. Смотрим на пантомиму, как последняя клетка игрового поля. Это вот это вот. Нужно будет показать, без слов, без звуков, чтобы девушки поняли. Поехали. Старенькая. Старушка. Старая. Старый. Старый. Вяжет. Шьет. Идет. Идет. Старый. Вышивает. Вдевает нитку в уголку. Старый. Старый шов. Швея. Старая швея. Старая. Старая. Пастерица. Рукодельница. Старый швеи. Старый иголка. Модельер. Портной. Старый портной. Это круто. Молодцы, Айгуль. Вообще абсолютно круто. Вы угадали. Присаживайтесь. Потому что важное задание от филолога. Внимание на экран. Придумайте синоним к следующему слову, пришедшему из английского языка. Бренд. Торговый знак. Что еще бренд? Мода. А синоним, да? Одно слово должно быть? Смысл лавина. Может быть несколько вариантов. Ну, тогда торговый знак, да? Торговая марка. Бренд это торговый знак. Логотип. 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 Логотип это немножко другое. А бренд это, то есть, их производство, да? Бренд это английское слово, а получается торговая марка или торговый знак. О, их производство, то есть, они вот что-то производят под своим именем, то есть, просто производство. Бренд это марка, в принципе. Это фирма, да? Торговая фирма. Торговая фирма. Бренд это вообще название. Фирма, одежда или что-то. Торговая марка. Торговая марка. Или знак. Или фирма. Торговая фирма. Фирма. Ваш вариант – это фирма. Есть alleen. Торговая марка. Торговая марка. Или фирма. Это окончательная, да? Или фирма все-таки. Или знак. Так. Бренд. Давайте торговая марка. Хорошо, ответ принят, слушаем правильный ответ Правильный ответ Торговая марка Я хотела вас запутать Мне Мария хотела вернуться К заданию пантомена Мне понравилось, как вы показали Старый Это просто замечательно Девушки с глазами Необходимо Можно командой Подписать вашу фишку на два шага вперед И таким образом Вы определяете сегодняшний викторин Два Три И победителем сегодняшней игры Становится команда Якутианочка И мы вам вручаем подарок Который предоставила база отдыха Мечтача Устройте себе волшебный отдых и помечтайте Спасибо Девушки, команда Сардану Я надеюсь, вы не разочарованы Нет Ну как-то очень быстро и стремительно прошла игра Какое задание вам больше понравилось Какое вы, может быть, ждали, хотели, но не вышло Рисовать Я ждала рисования Да, Наталья, вы хотели порисовать, но вот как-то не сложилось Музыку, да? Стоп-кадр И стоп-кадр И все попробовали Вам часто попадалось Вот говорение Да, и пантомима Пантомима А по поводу вопросов И школьной программы Что смутило? Что как бы вызвало Отходности? Да На школу мы закончили давно Поэтому Ну точно не помню про маму, да? Все Вот с какими мыслями, с каким настроем вы сегодня шли к нам на программу? Просто поучаствовать Хорошо И вам огромное спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня на игру Якутианочка, ну а вы, вы просто молодцы Вы такие дружные, азартные И прямо с лета угадывали, да? Задания, которые выполняли ваши коллеги Какое задание вам понравилось и, может быть, тоже менее понравилось? Ну нам понравилось показывать Пантомима нам понравились, мы поняли, что это наше На одной волне, да? На одной волне, как бы ментальная связь Так, Анастасии, вам не удалось сегодня порисовать? Да, но хотелось и, конечно, ну ничего страшного Задание досталось самому нерисующему человеку Обыск, да? А вот, Анастасия, как бы вы нарисовали? Ну, приблизительно так же бы нарисовала, да? Но шкаф бы чуть-чуть-чуть бы нарисовала Потом я уже подумала, что надо было нарисовать рядом бумажку, написать постановление А писать нельзя А, писать нельзя Можно просто было бы сделать вид, что это нарисовало, написано Да, да, да С каким тоже настроем вы шли на сегодняшнюю программу? Вы смотрели в интернете, да? На нашем телеканале эти игры Вот что-то вас смущало, что-то, может быть, пугало? Мы боялись, наверное, сначала то, что-то показывать Да, и школьные вопросы вы боялись Потому что в школу мы тоже закончили давно Мы старались, мы что-то читали Ну, вышло так хорошо И вопросы, школьные вопросы, они не такие вроде бы, которые самые популярные А они вот такие где-то там Они на эрудицию Да, да, вот такие тяжелые Многие игроки, как бы, вот, немножко нам... Отмечают Да, говорят, это не школьные вопросы Да, ну, вот в этом и есть сложность этого задания В этом и интерес, мне кажется, нашей викторины Да, и интерес к этому Девушки, огромное спасибо вам за игру, за то, что нашли время Пришли к нам сюда, вот, в эту студию Скрасили этот весенний эфир Мы желаем вам удачи, счастья, позитива И хорошего настроения Большое Спасибо Другие друзья, как вы видите, порой даже самое простое слово Трудно угадать Учитесь понимать друг друга вместе с нами Это была игра телеактивно Встретимся на следующей неделе Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok